Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в нашем занятии. Предлагаю сегодня порисовать вот такого ангела. Такая девочка-ангел. Вот она сидит, и птичка рядом на ручках. И она ее так лелеет. Ангелы, они рядом с нами всегда. Они слышат нас, они слышат наши молитвы. И эта картина будет напоминание о том, что если что, мы всегда можем обратиться к ангелам. И они помогут нам, они подскажут нам, они дадут нам правильные мысли. И пришлют нужных людей в нужное время. Ну что ж, давайте рисовать. Рисовать будем мы акварелью. На акварельной бумаге все легко и просто. Будем все делать по шагам. Поставьте видео на паузу и сделайте рисунок. Сейчас мы просто водичкой покрываем вокруг рисунка. Не заезжаем на рисунок. Просто водой. Ангелы. Это наши помощники от Бога. Здесь у нас вот эти вот веточки, они будут прям по фону идти. Прям по фону. Так, теперь мы берем уже красочку. Давайте тоже сделаем. Здесь оттеночек изумрудненький. Это будет зеленый плюс голубой. Ой, какой красивый изумрудный цвет. Изумрудный, зелененький плюс голубенький. Вот таким вот образом. Можно по-разному вносить цвет. Можно вообще вот так вот. Можно желтенького чуть-чуть вот сюда вот. С желтым. Почеку чуть-чуть заехали. Если вдруг заехали на рисунок, салфеточкой раз и вытирайте. Проверьте теперь, чтобы все было. Так, сейчас мы подождем, когда наш фон подсохнет. И продолжим. Ну что ж, продолжим нашего чудесного ангелочка рисовать. Вот так я пользуюсь картинкой на планшете. Очень удобно. Взяли, увеличили. Все видно. Подвигали как угодно. В общем, удобная тема на планшете. Вот открывать картинки и рисовать с планшета. И покрываем. Просто водичкой пока что. Старайтесь не заезжать. И что еще такого же цвета? Лицо, ножки. Ножечки такие хорошенькие. И ручка вот здесь. Все мы сделали водичкой. Да, кстати, волосы тоже. Волосы тоже такого же цвета. А потом по волосам мы походим уже таким черно-коричневым. Волосы я таким же буду цветом делать. Поэтому я сейчас водой покрываю. отлично. И теперь мы берем уже красочку и стараемся сделать цвет, вот такой цвет, вот средний, телесный средний цвет. Опять-таки, как мы делаем цвет? Берите на палитре, мешайте. Можно также пользоваться бумажкой. Для начинающих это вообще обязательно. Мы себе здесь помогаем. Смотрим цвет. Похож, чуть можно похолоднее его сделать. коричневый, черный, что-нибудь добавить. Ну, вот такой примерно цвет. И побольше воды. Видите, лучше больше воды, чтобы была нежность, прозрачность. И покрываем лицо. Уже хороший цвет пошел, да? Волосы. Постоянно отслеживайте картинку, чтобы ничего... Если где-то у нас будет ошибка, не надо... Например, вот мы здесь фон не сделали, да? Это не значит, что еще здесь буду закрашивать коричневым. Я потом фоном закрашу. Понимаете? Вот эти вот места. поэтому я посматриваю на картинку. И не факт, что я буду все белое закрашивать. Так, хорошо. Переходим ниже мордочка у птички. Ручка и ножки. очередной шаг сделали. и сейчас перейдем к тем местам, которые не соприкасаются. Ну, с крылышком. Давайте с крылышками поработаем. Крылышки серенькие. Берем черный цвет. Побольше воды. задние крылышка понасыщеннее в цвете. Может быть, синенького туда даже подобавить. А передняя крылышка нежно серого цвета. Так, стоп. Мы сейчас здесь не прикасаемся. Видите, плывет все. Не надо. Подождем. Пусть подсохнет. Давайте пройдемся там, где у нас нету соседства с краской. Например, где-где-где-где-где-где-где сидит. Девочка сидит. И вот здесь вот тоже серенькое. Так, теневую дадим. Если где-то ошиблись, раз, быстренько размыли и салфеточкой вытерли. Здесь сугроб. Здесь сугроб. Хорошо. Молодцы. Так, давайте еще раз подождем. Пусть подсохнет. Мы сейчас можно вот здесь крошки сереньким доделать. теневые места. Значит, теневые места где у нас теневые места вот здесь. Видите, так хорошо плывет красочка. Вот здесь, когда мокрое. Вот здесь у нас сама птичка. отличается от рук цвет. Видите? Так, хорошо здесь все поплыло вот здесь. И румянец делаем. Красный цвет. Тесточку помыли. Красный цвет. И с водичкой капнули. Смотрим, вот если слишком поплыло много, чуть промокнули. Промокнули. Промокнули слишком, да? Еще раз повторим. просто здесь все-таки теневая. И румянец. Можно даже вот так оставить. Все отлично. Пусть пока подсохнет. Подождем мы займемся шарфиком, одеждой и мелкими деталями и фонд работы. Молодцы! так, следующие наши шарфики мы сейчас сделаем шарфик и веточки и волосы. Займемся волосами. нужно вот такие кисточки тоненькие. Цвет волос черно-коричневый. локоны. Сейчас тоненькими движениями начинаем наносить вот эти локоны. почти что минимум воды. Внимательно следим, как они расположены и там вот так же и делаем. краску. Красочка должна быть непрозрачной, понасыщенней, поэтому больше пигментика берем и потихонечку так и ходим, ходим, ходим. Такие красивые кучеряшки, такие красивые локоны и такие пружинки. Вот такие закогулечки. старайтесь делать движения одним махом, то есть не так, чтобы, знаете, одну линию вот ее туда-сюда, а вот прям увидели, что отсюда она идет до пучка. Согласен так? Так вот, они так смотрятся интереснее даже. Легкие такие линии. И естественным путем где-то они пошире, где-то становятся где-то поуже. Такс, такс, такс. Вот здесь у нас тоже всякие крючочки. Постоянно смотрю на картинку. Внимательность. Знаете, это самое важное важное качество художника это внимательность. Хорошее качество, оно и в жизни пригождается, когда мы эту мышцу развиваем, качаем. ангелочки. это, конечно, такая тема вообще классная. Вы же можете его подарить и на день рождения, и просто, и открытку сделать, и просто подарить, даже без праздника. повод всегда как говорится найдется своим близким, знакомым, пожелание написать какое-то. Потому что ангел все-таки это как символ помощи, символ любви. Очень сильный символ, который всем нам интересен и часто очень часто нужен нам ангел в помощь. Мы же так забываем, что они всегда рядом с нами. А здесь будет всегда с рядышком напоминалочка. так, что с волосами у нас здесь еще можно побольше сделать. Можно еще какой-то цвет добавить между ними. Среднее среднее что-то между светлым и темным. Где-то немножко добавить такого еще. Пока можно даже вот так остановиться. И сейчас мы делаем фиолетовый цвет с шарфиком. Помним, красный плюс синий. Красный плюс синий будет фиолетовый. С водичкой. Интересно, вот эти иллюстрации, они прям реально имеют такое ощущение, что они все прям с душой. Ну, конечно, когда хорошо нарисованы, прям смотришь на них, как будто это окошко в какую-то другую реальность. Особенно, когда профессионалы рисуют вообще это просто. Так, давайте мы сейчас возьмем черный цвет и порисуем вот эти цветочки, веточки. Та же схема, старайтесь одним махом делать красивые движения. В акварели это очень важно. В акварели важна, вот знаете, такая легкость во всем, в красочках, движениях. Значит, тренируйтесь, если сразу не получается тонкие линии, тренируйтесь на чиновичке. Прямо такие себе упражненьки делайте, вот, тоненько, тоненько, тоненько. И в какой-то момент вы прям почувствуете, научитесь управлять кисточкой. Это же дело техники. Ничего сложного в этом нет. Так, дальше мы ходим. Можно сначала нанести семена, потом уже их подсоединить в центр, в центр и палочку. семена и палочку. Семена и соединили все в центр. Так, следующую вот здесь тоже вот такие семена старайтесь делать макающим движением. Потом их все в центр встречаю и палочкой изгиб. Очень важно можно от обратного пойти, палочку, потом семена в конце. Значит, в акварели важно не просто вот такие, знаете, дубовые линии, а вот эта вот мягкость такой линии, такие изгибы. Это тоже все приходит с опытом. Ничего сложного в этом нет. Уверенность появляется владение кисточкой и начинаешь очень-очень легко такой шарик. Здесь такие шарики. Здесь такие сосульки. шарики. Так. Опять берем черненькие и наши семена, наши веточки вот эти как анис. шарики. Так. Сейчас можно тоненькой. Можно еще тоненькую здесь. Есть у вас кисточка? Я сейчас возьму очень тонкую и пройдусь по всего этим деталькам по обводкам. Вы если что можете это делать вообще капиллярной ручкой. Можно кисточкой. Если нет уверенности в тонких клиниях возьмите капиллярную ручку. Эффект будет тот же. Оно кстати даже и проще будет. А смысл тот же. Так. сейчас домой к капиллярной ручке вернемся. Мы сейчас можем еще посмотреть внимательно все ли у вас в порядке на картинке. Я например увидела сейчас добавлю немножко фон. То когда волосы видите делала вот здесь чуть-чуть фон сделаю. Стараюсь не зажать по волосам чтобы красочка не потекла. Вот здесь можно чуть потемнее сделать. Лужечку такую дай бы набрать. хотя знаете опять лучше к фону не возвращаться чтобы сейчас не провоцировать красочку а то сейчас поплывет что-нибудь. Все оставляем так. Ну что молодцы. Так 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 мы сейчас с капиллярной ручкой сделаем всю обводку. Какой хорошенький ангел получился. Просто чудо. вот я беру ручку капиллярную какой здесь номер 3 0 3 0 3 и сейчас смотрю на образец и раскидываю в данном случае снежок у нас здесь можно было конечно и потолще ручку если есть потолще еще лучше будет так здесь такой снежок крылышки высохли можно по крылышкам опять таки очень важно чтобы были движения уверены тогда оно и на холсте и на картинке тоже видно уверенное движение я так обвожу и постоянно смотрю на образец понимаете потому что все может быть какие-то накладки проверяйте и в этот же момент если что-то не так правим как на картинке если у вас рисунок идеальный можете обводить не смотреть но я все равно смотрю птичка кружочек крылышко хвостик глазки глазки клювик так ушко сейчас можно обвести лицо глазик оставьте там белый блик реснички складочки так что еще можно по волосикам тоже пройтись да можно же было все это тоже ручка нарисовать ой какой оружие ангелочек он уже прям проявляется проявляется оживляет оживает оживает прям на глазах оживает вот здорово вот великолепно когда полностью все высохнет можно будет подстирать лишний карандаш вот здесь например где-то вот он виден можно стирать только аккуратно смотрите чтобы ничего не размазалось сюда должно хорошо высохнуть чудесный ангелочек так ну что пусть он подсохнет и мы потом на него еще посмотрим свежим взглядом и сотрем ластиком ну вот и готов наш прекрасный результат картина с ангелочками ангел с птичкой я уверена у всех получился прекрасный результат подписывайтесь следите за новыми уроками пишите в комментариях свои пожелания свои реализации всем творческих побед и до новых встреч пока пока